Девятая мая Я подошел и увидел у нее в руках какую-то старую подробанную желтую бумажку Хоть я и умел уже читать, я все равно не понимал, что же там написано Машка мне прочла и рассказала, что это извещение о том, что ее родной дядя, мой прадед, погиб, защищая родину И что мы сегодня поедем на место его захоронения В пути бабушка рассказывала о погибшем Мой прадед Владимир Яковлевич Петров родился в деревне Шахнова в многодетной семье Он был пятого ребенка в семье Родители были неграмотные И, к сожалению, его мама так и не увидела места, где он погиб и был захоронен На самой смерти она вспоминала своего Володеньку Когда мы приехали, увидев Стелла с фамилиями героев Мне хотелось самому найти фамилию своего прадеда И представляете, я ведь нашел Трудно передать это чувство, когда я понял, что моего прадеда помнит так много людей Благодарно ему за победу А его племянница, ну, то есть моя бабушка Привезла горсть с земли С его малой родины Обратно мы ехали молча Мне хотелось написать песню о моем прадеде И теперь я ее написал Не судите строго Написал ее сердцем Не вернуйся солдат с войны Ждали долго жива и дети Не вернуйся солдат с войны Не просохну у матери слезы Не вернуйся солдат с войны Не дождались у дома вперед А-а-а-а, проклятая эта война Не увидел солдат герой, как виски у жены посидели Не увидел солдат-герой, как его сыновья повзрослели. Не увидел солдат-герой, как винил самец в честь победы. Не увидел солдат-герой, сыновья его уже деды. А-а-а, наклятая эта война. А-а-а, наклятая эта война. И стоят обелиски в ряд, но мы помним тебя, солдат. Но мы помним тебя, солдат. Весной 2021 года Центральным командентом Коммунистической партии Российской Федерации был объявлен творческий конкурс, посвященный годовщине Великой Победы. К большому удовольствию наших местных коммунистов и, я думаю, что и населения города, одно из специальных призовых мест занял наш земляк, ученик школы номер один Ярослав Николаев. Его презентационный фильм, посвященный Великой Отечественной войне, плюс к этому, значит, Ярослав написал и исполнил песню. И жюри это настолько понравилось, что вот этот дополнительный специальный приз был учрежден. Сегодня мы вручаем этот приз Ярославу. Держи. Спасибо большое. Большое. Пожалуйста. Спасибо. Почему именно вот эта тема и почему она тебя затронула? В детстве мы очень много ездили, мы искали моего прадеда, где он захоронен. Все-таки мы нашли, мне это так запомнилось, что я даже решила написать про эту песню. Понятно. Как ты считаешь, что необходимо сделать нам для того, чтобы вот этот интерес к прошедшим годам, к истории, к нашим предкам, которые отстояли нашу страну, чтобы он никогда не угасал и наоборот, вот для детям, чтобы это было интересно. И они стремились бы делать то, что делаешь ты. Наверное, нужно все-таки их возить по разным музеям, возить по местам захоронения их предков, чтобы они все это видели, и вот это у них осталось в памяти. Ну, понятно. Спасибо. Как, знаете, в народе так говорят, что ушедшие от нас до сих пор живут с нами, до тех пор живут с нами, пока мы о них помним. Вот очень хочется, чтобы вот эта память, она сохранялась, я не могу сказать, что на века, но чем дольше, тем лучше. Потому что, как говорится в одном из стихотворений, эта память – это наша совесть. Продолжение следует...